добрый день уважаемые коллеги тема моего сегодняшнего сообщения это болезнь унферихта лунбурга первое научное описание заболевания дал немецкий интернист хайнрих унферихт в 1891 году а затем шведский невролог герман берхард лунбург в 1901 а затем в 1903 году своей докторской диссертации дал подробное классическое описание семьи чья история была отслежена на протяжении 200 лет кстати как мы с вами видим он своей работе ссылался на унферихта миоклонии унферихта в дальнейшем у заболевания было множество названий балтийскими оклонус средиземноморскими оклонус очевидно это все одно и то же заболевание болезнь унферихта лунбурга самая распространенная локализация финляндия в единственная страна где распространенность заболеваний подсчитано но случаи описаны балтийском средиземноморском регионе соединенных штатах америки есть они в россии обычно заболевание начинается между одиннадцатью и восемнадцатью годами с эпилептических приставами оклонуса разряд спайк волновой активности на эгэ вот здесь фрагмент эгэ это наблюдение профессора жентона французского эпилептолога знаменитого в 14 лет на фоне фотостимуляции диффузный пик полипик волновые разряды в 24 год через 10 лет течения болезни на фотостимуляцию никаких разрядов нет угасания так сказать активности на эгэ но то же самое бывает и при других генетических формах эпилепсии при той же юмэ при болезни унферихта лунбурга информативность эгэ снижается с возрастом но нарастает атаксия когнитивные нарушения резистентны к лечению миоклонус и становится понятно что это никакая не юношеская миоклоническая эпилепсия а одна из форм прогрессирующих миоклонической эпилепсии она связана с мутацией гена cstb кодирующего белок цистатин b который отвечает за развитие тормозных гамм хоррогических нейронов соответственно при мутации в гене эти нейроны не могут развиваться нарушается процесс торможения развиваются эпилептические приступы этот же цистатин b участвует в защите белков при высокой концентрации нейротрансмиттера защите нейронов соответственно при нарушении его функции нейроны страдают гибнут что вкладывают вкладывает свой вклад в развитие дегенерации естественно патогенез этой болезни как и вообще-то всех других до конца не изучен очевидно есть и другие не совсем понятны патогенетические факторы это перспективы дальнейших исследований а и так как я уже говорил выше по мере прогрессирования заболевания развития атаксии и других мозжечковых расстройств когнитивного нарушения неловкости резистентного включения миоклоноса становится понятно что перед нами не юмэ а прогрессирующая миоклоноса эпилепсия вот второй по популярности и частоте после болезни на феррихта лунберга является болезнь лафоры которая была описана испанцем по фамилии лафора да но мужские фамилии в россии склоняются поэтому болезнь кого лафоры более ранний начал и гораздо более злокачественное течение характеризуется характерно для болезни лафора есть и другие заболевания относящиеся к прогрессирующим миоклонос эпилепсии ну в принципе отнести то можно что угодно к чему угодно классифицировать как вздумается здесь мы видим самые частые примеры этих заболеваний характерные находки клинические электрофизиологические и патоморфологические методы дополнительные методы исследования что нужно сказать что болезнь феррихта лунберга наиболее так сказать часто из этих редких заболеваний ну и в каком смысле наиболее мягкая отличающаяся минимальными изменениями более-менее благоприятным прогнозом в настоящее время при доступе современных препаратов для лечения эпилепсии пациенты в общем-то теоретически могут прожить столько же лет сколько их сверстно в отличие от большинства представленных на слайде заболеваний которые характеризуются быстрой деградацией и смертью в гораздо более раннем возрасте верификация болезнь феррихта лунберга происходит генетически за счет выявления мутации в гене c стб в россии эти исследования доступны что я вам покажу чуть позже вот пожалуйста фрагменты эгэ пациентки с дебютом заболевания в 11 лет вот мы видим здесь пиколновые разряды здесь на эгэ эгэ в 14 лет заснято то есть через три года после начала болезни вот эгэ то есть пациентки в 23 уже года мы видим атаксию и клонические подергивания что умеренные когнитивные нарушения оценка родила ребенка наследование заболевания то особенно рецессивное то есть болезнь реализуется когда я от отца и от матери плод получает мутантный аллель а смутации в гена c стб поэтому если провести генетическое обследование потенциального отца в данном случае потенциального отца и у него нет ни одной мутации ни в одном изолерии то вероятность рождение ребенка заболевания равна нулю процентов вот другая пациентка уже зрелого возраста также с дебютом заболевания в 11 лет мы видим у нее атаксию и в подергивание в руках и а вот это грубо и атаксии при проведении при проведении пяточно-коленной пробы что характерного для прогрессирующих миоклонспилипси грубая атаксия характерно для болезни унферихта лунборга эгэ вот этой же второй пациентке мы видим здесь что совершенно нормальная картина нормальная картина с возрастом информативности и г снижается не только при болезни унферихта лунборга но и при других генетических формах эпилепсии сказать что мрт при болезни унферихта лунборга также не выявляет каких-то значимых изменений патогноманичных изменений как правило нет изменения выявляются при генетическом отеле вот поражал пример как это выглядит вот здесь меня генетический научный центр и выль на аномальная экспансия повторов в исследовании гене не обнаружены аллели нормальной длины зато обнаружены аллели патологической длины экспансия в обоих аллелях гомозигот в состоянии таким образом заболевание подтверждено так что в россии генетическая диагностика используется в лечении применяется вольпраат левитера цветам высокие дозы пироцитама иногда приоритетными околоносиклонозепам ряд ноотропных препаратов методик терапии восстановление реабилитации что чего не следует применять это фенитаин фосфенитаин блокатор нальцев натриевых каналов такие как кармазепин габапентин прегабалин все эти препараты могут агравировать приступы и вести к ускорению нейродегенерации ну собственно говоря и при юношеской миоклонической эпилепсии все эти препараты противопоказаны так что здесь ничего уже особо оригинального нет благодарю за внимание напоминаю про наши информационные ресурсы и призываю сохранять бдительность вот когда в кавычках юношеской миоклонической эпилепсии протекает не так как должна когда нарастает органический дефицит и когнитивные нарушения надо думать про прогрессирующие миоклонической эпилепсии благодарю за внимание а